Пандемия коронавируса. Самая актуальная на 13 апреля 2020 года. По данным Всемирной организации здравоохранения на 13 апреля 2020 года, число зараженных коронавирусной инфекцией в России составляет 18 328 человек, за последние сутки заболели 2558 человек. Выздоровели 1470 человек, за сутки число выздоровевших составило 179 человек. Всего умерло в России от коронавирусной инфекции 148 человек, за последние сутки плюс 18 человек. Более половины жителей столицы, 69%, согласны с ограничением их прав для борьбы с коронавирусной инфекцией. При этом почти треть, 28%, не согласны с подобными мерами, следует и запроса, проведенного исследовательским холдингом РАМИР. Только за субботу в Москве оштрафовали 1300 человек за нарушение социальной дистанции. Быстрый рост числа инфицированных в Москве на 1306 человек в субботу и на 687 человек в воскресенье, представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович объяснила хорошей погоды и тем, что москвичи, обязанные соблюдать самоизоляцию, расслабились. Власти ограничили до 30 апреля въезд в Вязьму из-за массового заражения в местном доме-интернате для престарелых и инвалидов, коронавирус обнаружили у 86 человек. Ситуация в других странах. Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, заразившегося коронавирусом, выписали из больницы. К работе он вернется чуть позднее. В Италии в выходные зафиксирован самый низкий уровень смертности с 19 марта. За сутки в стране умер 431 заболевший. 1984 человека заразились. Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу подал заявление об отставке после критики из-за введения в стране 48-часового комендантского часа. Он был объявлен с 11 апреля в 30 городах и на территории всей провинции Зангулдак. Жители узнали об этом лишь за несколько часов. Государственная Дума Российской Федерации приняла в третьем чтении законопроект об административных штрафах за нарушение карантина и распространение фейковых новостей об эпидемии. Поправки, предусматривающие ответственность за нарушение режима карантина и других санитарно-эпидемиологических правил, совершенные в период режима ЧАЭС или при возникновении угрозы распространения заболевания, внесены в КААП. Как сообщает пресс-служба Нижней Палаты парламента, за нарушение карантина штраф для граждан составит от 15 тысяч до 40 тысяч рублей. Для должностных лиц, а также тех, кто осуществляет предпринимательскую деятельность без юрлица, наказание предусмотрено в размере от 50 до 150 тысяч рублей, последним может также грозить приостановление деятельности на срок до 90 суток. Для юридических лиц штраф составит от 200 до 500 тысяч рублей. В том случае, если нарушение повлекло за собой причинение вреда здоровью или смерть человека, штрафы увеличиваются. Для граждан, от 150 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц, от 300 до 500 тысяч рублей, также возможна дисквалификация от 1 года до 3 лет. Для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица, от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Для юрлица предусмотрен штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Кроме того, за распространение в интернете или СМИ фейковых новостей об эпидемии юридические лица заплатят от 1,5 до 3 миллионов рублей. В том случае, если публикация фейка привела к смерти человека или массовым нарушениям общественного порядка, то штрафы составят уже от 3 до 5 миллионов рублей. Также предусмотрены наказания за нарушения, которые мешают функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры. Для граждан, от 300 до 400 тысяч рублей, для должностных лиц, от 600 до 900 тысяч рублей, для юридических лиц, от 5 до 10 миллионов рублей. Продолжение следует...